Знакомьтесь, вотголд.ру, это новые контейнеры с кучей золота и танками от 99 рублей. Уникальная сборка чертежей поможет вам заполучить желаемого зверя. Себе в ангаре совершенно бесплатно, переходи по ссылке в описании и получи 20 рублей на счет. Вотголд, гарантия золота в каждой коробке. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о самом имбовом танке Забоны. На данный момент, по моему мнению. Этот танк является действительно чрезвычайно имбовым и офигенным в плане ТТХ и результатов, которые игроки сейчас на нем показывают. И этот танк действительно хотят получить многие игроки, но, к сожалению, доступен он очень немногим. Ну и, кстати, в этом видеоролике вы можете выиграть голду. Для этого достаточно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте. Или также можно указать игровой ник. Итак, ребята, ну, собственно, вы можете видеть, какой это танк. Это ФВ-4201 Чифтэйн. Ну, название еще Т-95 начали, ну и название у него длинное такое название у этого танка. Ну, собственно, многие этот танк хотели заполучить. И, к сожалению, достать его действительно чрезвычайно сложно. То есть это один из самых редких танков за боны, который только можно достать на данный момент. При этом, в принципе, для таких вот игроков скилловых, в скилловом клане, ну, не так уж и сложно было достать этот танк. Ну, конечно, не все достали его, но многие его смогли получить за какие-то жалкие 4000 бон. Но, правда, ну, у них клан там удачно выступил, они там хорошо играли. Но, в любом случае, они получили его, считай, можно так сказать, даром. Ну, пускай из-за старания. А вот игроки, которые там фиг знает сколько лет копили эти боны, ну, некоторые из них смогли его приобрести в аукционе за там 30 тысяч бон и больше. Действительно, такие цены были. И это, конечно, баснословная сумма, честно говоря, у меня в голове не укладывается. И мне кажется, ВГ совсем сошли с ума, как можно в аукционе продавать такие, в общем-то, танки. Ну, танк-то хороший, но цена на него просто заоблачная. Какая-то бешеная цена, кусающаяся. Так что, лучше вообще даже такой имбовый танк не приобретать за такую цену. И ждать, может быть, ВГ все-таки, наконец-таки, начнет соображать. И не будет делать таких вот глупых акций, аукционов, где по 30 тысяч бон стоит танк. Это совсем уж какие-то нереальные цифры. Безусловно, они таким образом поднимают ценность этого танка и выкачивают из игроков боны, которые они так долго копили. Я считаю, что ни один танк, даже самый имбовый, не стоит столько бон, учитывая, что кто-то его покупает за 4 тысячи бон, а кто-то его покупает за 30 тысяч бон, где справедливость, как говорится. Ну и сейчас, конечно, возникает вопрос, а вот ВГ какие танки добавит в боновый магазин? Уже достоверно известно, что точно будут разнообразные танки в боновом магазине. И, конечно, хотелось бы, чтобы были танки ЗГК, но все-таки это маловероятно. Тем не менее, со временем может ситуация поменяться и ВГ, может быть, все-таки поймет свою ошибку, что нельзя вот так вот продавать только избранным танке эти за боны, самые лучшие, а все-таки дать возможности обычному игроку за боны получить этот танк. Хотя бы, в общем-то, в вот этом магазине боновом, пускай цена будет большая, но можно будет обычному игроку приобрести этот танк. От этого рандом, как говорится, не умрет. Да и танк этот на самом деле, он хоть имбовый, но требующий определенной скилловости от игрока. То есть просто так вот взять и нагибать на нем, как нефиг делать, не получится. То есть, хоть танк и обладает очень хорошей Алифой 440 при таком ДПМе весьма высоком, также у него хороший УВН, у него крепкая башня, у него имеется довольно хорошая стабилизация, ну, подвижность приемлемая, броня корпуса даже кое-какая имеется. В общем, довольно-таки универсальный танк, на мой субъективный взгляд. Но все же ВГ даже вот при таких вот раскладах наверняка будут стараться именно за боны продавать самый такой вот, ну, невостребованный товар, я бы сказал бы. То есть вряд ли они будут что-то годное продавать, ну, на первых парах. Хотя я могу ошибаться, надеюсь, что ошибаюсь. Но все-таки мне кажется, что такие танки, как ФВ-4201, вряд ли будут продавать за боны в обычном магазине. Потому что слишком хороша они, и, в принципе, я ничего плохого не вижу в том, чтобы, ну, обычный игрок накопил там, ну, пускай большую сумму бон, и купил себе желанный танк. Но даже такой возможности ВГ не дают. Вместо этого они говорят, ну, идите на глобальную карту. Ну, все дело в том, что ВГ пытается насильно затащить всех на глобальную карту на свою, потому что вбухало в нее уже дофига ресурсов. Кстати, вам эта история не напоминает ничего. Мне лично это напоминает киберспорт, где ВГ очень много ресурсов туда зафейлили, запихнули силой. А сейчас уже говорят, блин, ну, что-то мы зря это пытались развить это направление таким способом. Столько бабла туда слили. Да, тут, конечно, сравнивать нельзя особо, потому что на киберспорт прям сидит настолько много бабла, что глобальная карта, она и рядом не стояла, но все равно, как бы, много ресурсов добавляется на глобальную карту, а по сути-то все равно остаются там, ну, единицы игроков в мерках всего рандома, которые на глобальной карте часто участвуют. А все остальные, они просто, ну, так скажем, в рандомчике продолжают играть и копить боны в разнообразных событиях и надеяться на то, что ВГ одумается и начнет продавать танки за боны для всех. Ну, конечно, кто-то скажет, блин, ты чё, если всем раздать вот эту имбу, то рандом во что вообще превратится? Ну, если поставить справедливую цену на этот танк, то, я думаю, рандом не заполонят эти танки. Да, может быть, их станет больше в рандоме, но не настолько. Сейчас, конечно, те, кто завладел этот танком, они очень рады, потому что у них, по сути, уникальная такая вот машина смерти, которая универсальна практически во всех картах и способна демонстрировать там сверхрезультативность. Безусловно, конечно же, есть еще и другие танки за боны, которые тоже очень-очень сильны. Вообще, просто ВГ сделала какой-то гигантский ассортимент в танк за боны на глобальной карте пока что на данный момент. Но, кто знает, возможно, эти танки в дальнейшем появятся и в обычном боновом магазине. Может быть, там они не будут продаваться постоянно. Там временно можно их продавать ограниченную, так скажем, партию по большой цене. И то многие игроки будут рады и этому. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. А этот аукцион, это полный бред. Это то, чего вообще не нужно делать. Вообще, аукционы, я считаю, нужно убрать, потому что слишком заоблачные цены становятся, учитывая, что в игру играет много игроков. В итоге цена подскакивает до каких-то нереальных масштабов. И также еще стоит отметить, ребята, что в мае уже в Apache 1.5 запустят боновый магазин. Поэтому я крайне рекомендую вам пока что не тратить боны и ждать такого подходящего момента для того, чтобы уже купить хоть что-то за боны, посмотреть, конечно, что там будет. Но если что-то, наконец-таки, в EGS завезут нормальное, то можно будет приобрести. Но пока что нам, обычным игрокам, стоит пока что не тратить эти боны, как сами разработчики сказали. Копите как можно больше бон. Ну, накопим. Только вот дадут ли нам нормальную возможность эти боны потратить. Они на всякие хлама, на реально годные танки. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.